Здравствуйте, я Батаго Салдангарова. Сегодня говорим о том, как мы помогаем людям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. В студии президент Казахстанской ассоциации палеотивной помощи Гульнар Кунирова. Здравствуйте, Гульнар. Добрый день. Палеотивная помощь в нашей стране поддерживается и вообще выстроена государством. Какова потребность в оказании такой помощи? Это проблема общества, мы понимаем. Мы понимаем то, что таких людей, которые нуждаются в такой помощи, всегда достаточно. Что вы сейчас делаете в этом направлении? Давайте начнем с определения палеотивной помощи. Палеотивная помощь, вообще это понятие закреплено в Кодексе о здоровье народа. Совсем недавно, в 2020 году был пересмотрен этот кодекс, насколько нам всем известно. В нем закреплено такое определение палеотивной помощи, что это комплекс услуг, направленных на улучшение качества жизни пациентов с тяжелыми незлечимыми заболеваниями, а также их семей и ухаживающих лиц, включающие медицинские, специальные социальные услуги, духовную поддержку. Уже из этого определения понятно, что это немного необычное направление медицинской помощи. То есть оно охватывает всю семью пациента, оно направлено не только на поддержание его физического состояния, угасающего, конечно, но на поддержание, на улучшение качества жизни в этот момент жизни. И также палеотивная помощь направлена на оказание сестринского, должного сестринского ухода, психологической и социальной поддержки всей семьи пациента. То есть это такой комплексная мультидисциплинарная помощь всей семье пациента. У нас, вы спросили о потребности, у нас, к сожалению, в Казахстане пока нет регистра, отдельного регистра, то есть отдельного учета людей, которые нуждаются в палеотивной помощи. Но на основе международной статистики мы оцениваем эту потребность на уровне от 107,5 тысяч до 134 тысяч человек. Это довольно много. Кто эти люди? Это люди, в первую очередь, с терминальными формами, с последними стадиями онкологических заболеваний, но не только. То есть вот есть такой стереотип, что палеотивная помощь должна оказываться людям с онкологией. Гораздо шире круг этих людей, онкология может быть где-то до 40 процентов, конечно, может составлять, но это и люди с терминальными стадиями ВИЧ, это с тяжелой формой туберкулеза, это последние стадии сахарного диабета, это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, любые формы недостаточности почечной, печеночной, сердечной, ну очень много. Я уже не говорю о детских заболеваниях, это врожденные, пороки развития. В общем, ВОЗ выделяет 20 групп заболеваний, при которых может понадобиться палеотивная помощь. Это помощь людей с ограниченным сроком жизни, скажем так, которая связана с состоянием их здоровья. И эта помощь действительно, как вы заметили, государственная задача, государственная проблема по помощи таким лицам. И в основном организацией этой помощи должно заниматься Министерство здравоохранения, чем оно, собственно, и занимается. Но поскольку я вот указала вам на такой комплексный характер этой помощи, то здесь должны быть задействованы и, конечно, Министерство труда и социальной защиты. Тем более, что в системе социальной защиты тоже есть организации, учреждения, в которых находятся люди пожилого возраста, дома престарелых, как мы раньше их называли. Есть различные интернаты, где содержатся дети или взрослые с инвалидизирующими заболеваниями. То есть в этой системе тоже есть большое количество достаточно людей, которые нуждаются в оказании палеотивной помощи. Скажите, пожалуйста, как выстроена эта работа и достаточно ли этой помощи тем людям, которые в ней нуждаются? У нас палеотивная помощь может оказываться в отдельных медицинских организациях, которые мы называем хосписами. Хосписы, больницы с палеотивной помощью или центры палеотивной помощи. То есть на уровне стационара это вот такие вот организации. Либо это отделение палеотивной помощи при многопрофильных больницах, например, областных, либо при онкологических каких-то диспансерах. Всего вот 197 организаций так или иначе задействовано в оказании палеотивной помощи стационарной. То есть это и хосписы, у нас всего их на сегодняшний день 11 по стране. Это не так много, если подумать. И еще там достаточно большое количество организаций это вот такие вот отделения. Ну от 20 там до 70 может быть даже коек в этом отделении. И еще у нас есть отдельные так называемые палеотивные койки, например, в какой-то райбольнице. Особенность нашей страны в том, что она большая и плотность населения очень низкая. Пациент не обязательно живет в непосредственной близости к хоспису. Поэтому организовываются такие палеотивные койки в какой-нибудь райбольнице. Но я сразу хочу сказать, что качество помощи настолько невысокое, к сожалению, когда речь идет о единичных койках, что мы не можем говорить о полноценной палеотивной помощи. Мы говорим о каком-то виде, хоть койка и называется палеотивной, но это на самом деле некачественная, скажем так, мультидисциплинарная помощь, какой мы видим ее. Какая она должна быть? Ну, знаете, у нас есть примеры того, какая она есть в идеале. Например, у нас, я сказала, от стационарной помощи. Но кроме этого, есть помощь, которая оказывается на дому. Вот с 2018 года в комплексный план по борьбе с онкозаболеваниями вошел такой пункт создания мобильных бригад для онкологических пациентов, которые оказывают помощь на дому таким больным. То есть это мультидисциплинарная бригада, врач, медсестра, психолог и соцработник, которые оказывают помощь на дому. То есть врач приходит, он никак, скорая помощь пришла-ушла, там, 15 минут или в лучшем случае, да. То есть она приходит, она полностью делает физикальный там и осмотр пациента, спрашивает его, знакомится с его историей болезни, наводит вот такой контакт, да, как мы говорим в психологии, аэропорт, да, с пациентом, с его семьей. И затем наблюдает, да. Смотрит. Обычно вот вызывает, да, врача, и он уже, уже больно ему, уже тяжело, уже дискомфорт, уже там много дней, я извиняюсь, там, у него был запор там или тошнота, рвота. Масса вот таких сопутствующих симптомов, тяжелых. Он не спит, он не ест, он кричит от боли и так далее. И врач, во-первых, во время этого осмотра уже делает какие-то манипуляции свои врачебные, которые во время этого визита улучшают его состояние прямо на глазах, так сказать, да. Врач после вот этого осмотра, он не один приезжает, он приезжает либо с медсестрой, либо с соцработником, либо с психологом, в зависимости от потребности в данный момент. И он дает свои рекомендации. То есть он фактически составляет план палеотивного лечения для этого пациента. Он объясняет все это семье. Естественно, приходится вообще начинать с азов, говорить, что такое палеотивная помощь и так далее. Но они не жалеют времени на этот визит, потому что это очень важно. И далее уже взаимодействует с семьей и медсестра, и психолог, и соцработник, и сам врач по необходимости, когда нужно скорректировать, например, противоболевую терапию или терапию какого-то другого симптома. Эта семья находится под патронажем вот этой мобильной бригады. И это лучший, так сказать, образец, да, можно сказать. Я думаю, что даже не в каждой стране развитой, там, скажем, да, или которая входит там в тридцатку лучших стран по развитию палеотивной помощи, такая помощь доступна. То есть такие модели у нас есть. И, кстати, на основе модели вот этой мобильной бригады, собственно, и построена была вот эта служба, которая оказывает помощь на дому онкологическим больным. И на сегодняшний день во всех регионах Казахстана такие мобильные бригады организовываются. Я не могу сказать, что это уже очень высокое качество везде, потому что в зависимости от того, насколько настроен руководитель создать эту службу, насколько он пропитан этой идеей достойной помощи в конце жизни, зависит то, как они организовывают эти службы у себя на местах. Кто-то просто находит, например, хоспис, в котором уже достаточно высоко подготовлены специалисты. Они берут как бы на соисполнение вот эту работу, и они оказывают пациентам эту помощь на дому. А кто-то, например, в своем регионе просто отдает на суп подряд, так называемый, да, в поликлинике, где люди не имеют достаточной подготовки в паллиативной помощи. То есть вот такого рода мультидисциплинарную помощь они не окажут там. Они делают свои обычные выезды, которые, собственно, они обязаны делать. Но как бы записывать это в актив, так сказать, патронажа такого палеотивного на дому. Поэтому работать в этом направлении есть над чем, безусловно. Но сам факт образования таких, наличие таких бригад, это уже достаточно хороший шаг. Мы очень надеемся, что в будущем такие бригады будут распространяться и на неонкологических больных, которым точно так же нужна поддержка медицинских и немедицинских специалистов. Получается так, что право на палеотивную помощь имеет каждая семья, в которой вдруг оказался человек уходящий. Ну, фактически, да, любой человек. Семье помощь какая оказывается? Вот разгружаете немножко, да, получается, во время приезда, да, то есть уход какой-то есть. Ну, вы знаете, к этому моменту, по нашим наблюдениям, семья приходит в очень истощенном состоянии. Это истощение моральное, физическое, потому что это тяжелый труд. Это финансовое, как правило, истощение какое-то. И это какое-то, вот, знаете, отсутствие, что ли, веры в жизнь, веры в людей, какая-то озлобленность на медицину, я не знаю, на государство, на все, что угодно. На самом деле отсутствие такой правильной, хорошей палеотивной помощи – это ведь такой социальный фактор, да, какой-то фактор социальной напряженности. Вот я уверена, вы можете назвать огромное количество людей в вашем окружении, которые вот пришли вам на ум, которым нужна была в тот или иной момент помощь палеотивная. И или в виде хосписа, или в виде там отделения палеотивной помощи, или в виде помощи на дому. И я не знаю ни одного человека, да, наверное, это очень счастливый какой-то человек, который так или иначе не сталкивался с этим очень близко в своей семье, в семье своих близких, друзей и так далее. И запрос семьи, вы знаете, вот расхожие такие есть выражения, типа нас отправили домой умирать, или от нас отказались, нам сказали, нам ничем не могут помочь, понимаете? Палеотивная помощь приходит и развеивает, так сказать, вот это представление, да, своим отношением, своим профессиональным подходом, именно тем, что эта помощь вот такая комплексная. То есть, ну, задача, например, психолога, это, ну, как бы выровнять вот этот эмоциональный фон в семье, потому что зачастую он может, вот эта обстановка, она может быть очень наколена. Ну, например, очень часто бывает же такое, что люди просто не говорят, говорят, скрывают диагноз, хотя человек уже близок вот к своему концу, и он все понимает о себе. И вот это то, что как бы семья фактически говорит ему неправду, хотя тоже знает, да, и это создает такую стену недоверия, разделяет людей, а этого не должно происходить. Люди должны, семьи должны объединяться в эту минуту, да, в этот момент жизни, потому что потребность пациента, это же не просто, чтобы ему было не больно, чтобы был хороший, правильный уход. Потребность пациента в том, чтобы огромное, на самом деле, у него есть, во-первых, да, находиться в физическом, в комфорте, сколько бы ему не оставалось в жизни, чтобы было не больно. Это главная задача, наверное, палиативной помощи, обезболить пациента. Он, человеку важны вот эти отношения социальные в его семье, в его окружении. У него есть какая-то задача, да, возможно, жизненная, но он пишет книгу, он заканчивает какой-нибудь, я не знаю, экспериментом, ну, в любой сфере, неважно что. Но у него были свои цели по жизни, да, он хочет какую-то логическую реализацию или завершение этим целям. Он хочет, чтобы ему было не стыдно, он хочет не быть обузой своим близким. Это тоже очень важная проблема. Он, в конце концов, почему мы включаем духовную поддержку, да, в контекст палиативной помощи? Потому что это момент, когда человек предстает перед Богом, он думает об этом, те, кто верит, да, например, которые привернутся к какой-нибудь религии, да. Да и неважно, духовность — это не только про религию, это про то, что я в этом мироздании, что я сделал, оцениваю свой жизненный путь, зачем я жил, смысл, смысл моей жизни, смысл моей смерти и так далее, какое наследие я оставляю. Ну, масса-масса вот таких вот вещей, которые так или иначе решает хорошая палиативная помощь. И у меня, например, стойкое убеждение, что достойное, обеспечение достойных условий для людей, которые покидают этот мир, решает не только задачу здравоохранения, не только задачу социальной защиты. Это в целом оздоравливает эти системы, да, здравоохранения и соцзащиты, и это оздоравливает общество. Вот я хотела спросить, у нас есть какие-то свои особенности оказания палиативной помощи? А имеете в виду культурные особенности? Да, да. Ну, я думаю, конечно, есть, как и в любой стране. Это связано вот с нашим, так сказать, прошлым, как кочевой цивилизацией. Это связано вообще с нашим наследием. Мы же огромные пласты культурные несём на себе. Но это очень такая тема для ненаучных таких изысканий, хотя она действительно очень важная. Но вы это тоже учитываете, да? Ну, несомненно, мы и учитываем, и наблюдаем, как меняется, например, отношение людей в современном мире к проблеме умирающих, потому что смерть табуирована в нашем обществе. То есть мы же об этом не хотим говорить, мы не хотим это обсуждать. Хотя это касается каждого человека, когда это коснётся каждого из нас. Вот в связи с этим, конечно, возникает всегда вопрос, что люди, которые работают в вашей сфере, они какие-то особенные. Те же медики, да, которые понимают предназначение своё психологи, духовные, да? Это очень хороший вопрос. Конечно, я считаю этих людей особенными, да? Это действительно должен присутствовать некий набор каких-то человеческих качеств, из которых умение сопереживать стоит на очень высоком месте. Да, умение сострадать, сопереживать, но ещё и это умение учиться, умение, то есть это и профессиональные определённые навыки. Ну, например, знаете, даже состраданию можно научиться. Это неврождённые, так сказать, да, качества. Я говорю даже не об имитации, да. Но вот у нас есть, например, такой протокол сообщения плохих новостей. Протокол существует. Как правильно доносить негативную новость? Ну, плохая новость — это любая новость, которая, например, изменяет представление человека о его дальнейшей жизни. Вот он строил планы, он думал, там, я выйду на пенсию, там, куплю дачу, машину. И тут как бы вот какое-то сообщение, допустим, у вас терминальный рак нарушило. Вот это и есть плохая новость. И мы учим врачей, ну, медсестёр, врачей, любых людей. На самом деле, это хороший навык для любого человека. Как правильно пошагово доносить? Оказывается, этому теперь нужно учить. Может быть, когда-то мы это умели, когда, то есть в нашем культурном коде, да, ну, я имею в виду, там, допустим, казахов, заложено это умение. Ты приходишь, ты садишься там у двери, ближе к краю юрты, да, ну, к входу, да, юрту. Ты начинаешь там с каких-то пространных там разговоров. То есть этот протокол, он жизнью был вписан, понимаете? Ну, как бы в традиции был вписан. А сейчас вот мы живём совершенно в другом, так сказать, мире, да, и мы заново эти нормы, эти правила, эти алгоритмы прописываем для себя. Как эти люди приходят к вам? Как вы их находите? Мы их не ищем. Готовы? Они ищут. Они, да. Это люди, которые ищут помощи. Это люди, которые взывают о помощи. У нас есть горячая линия. Я могу назвать её даже, да, 8708-973-0303. Это телефон горячей линии, он есть. Ну, мы стараемся его, как бы, публиковать. Туда обращаются люди, у которых есть потребность, вот есть какой-то пациент, который нуждается в палеоативной помощи, или у него есть проблема с тем, что ему не дозначают, не выписывают опиоидные препараты. И, кстати, мы ещё не касались этой темы. Я говорила, что боль — это основное. Это самое первое, с чем мы сталкиваемся. И с этим у нас в стране есть проблема. Она плохо решается, на наш взгляд. Дело в том, что сильную боль, у нас есть такая шкала от нуля до десяти, и мы просим пациента оценить его боль по десятибальной шкале. Почему мы просим пациента? Потому что только пациент знает о своей боли. Обычно врачи думают, что боль меньше, обычно родственники думают, что боль больше, но знает пациент. Только он скажет. И вот боль, которая там семь, восемь, девять, десять баллов, это уже очень сильная боль. Десять — это нестерпимая боль, от которой люди берут в руки, извините, пистолет. Ну, девять, десять — это у каждого разный болевой порог. И эту боль лечат обычно опиоидными анальгетиками. То есть это морфин и морфиноподобные вещества, синтетические, да, может быть. И в нашей стране существует пока только два таких препарата. Это морфин инъекционный, который в 1800 каком-то году впервые был применен. И пластырь, который клеится на три дня, один раз, и он контролирует в течение трех дней боль. Это уж современная трансдермальная терапевтическая система, так называемая. А вообще этих средств больше? А вообще их, я вот не знаю, свыше 50 молекул в мире, например, да. И из них сотни уже различных форм в различных дозировках, в различных формах. Это капсулы, спреи назальные, это те же там трансдермальные системы, это таблетки, конечно же. Вообще золотой стандарт ВОЗ для лечения боли — это не уколы, не эти инъекции, а таблетки. А в чем проблема, почему мы не можем ввести официально эти средства? — Проблема очень комплексная. Да, нам нужны таблетки. И некоторое время назад одна казахстанская компания согласилась открыть линию по производству таблетированного морфина, вот этого короткого действия, так называемого. И они запустили это производство, но, к сожалению, через какое-то время компания вынуждена была закрыть это производство, потому что врачи не назначали таблетированный препарат. поликлиники его не закупали, не заявляли. И в итоге огромное количество таблеток просто сжигались, когда истекал срок годности. То есть, с одной стороны, у нас были кричащие от боли пациенты, а с другой — сжигаемые огромное количество таблеток. Естественно, компания несла убытки, и поэтому она отказалась от производства таблетированного морфина. — Как-то этот вопрос сейчас решается? — Очень сложно заставить фирму, это же частная компания, снова вернуться к производству, хотя они готовы начать снова производить. Эта линия никуда не делась. — Им нужны гарантии теперь. — Им нужно понимать, что этот препарат будут назначать. Дело в том, что у нас даже те, которые имеются, препараты, морфин и фентаниловый пластырь, они осваиваются очень плохо. Мы в прошлом году взяли показатели за половину 2022 года. Вот взяли 14 тысяч онкологических больных, которые нуждались в купировании сильной боли. То есть у них сильная боль, они нуждаются, их 14 тысяч. Из них 83% всего был выписан фрамадол. Фрамадол — это слабый опиоид, он не лечит сильную боль, он недостаточно сильный для этого, для того, чтобы купировать сильный болевой синдром хронический. Но им назначается упорно в 83% был назначен драмадол. 7% из них был назначен морфин инъекционный. Вернее, 10% морфин. И лишь 7% был назначен фентаниловый пластырь, который прекрасно купирует. И не нужно для этого делать уколы и травмировать пациента. То есть поликлиники просто не закупают. И вот сейчас, в данный момент, есть эта проблема, понимаете? То есть на складах СК-формации единого дистрибьютора лежат запасы фентанилового пластыря, которые не востребованы. То есть это значит, что врачи не назначили, у них есть пациенты с болью, но они не назначают. Это очень большая проблема, на которую мы уже 10 лет пытаемся обратить внимание Минздрава. И она решается как-то вот очень медленно и не комплексно, не системно. Нужно обучать врачей, нужно обучать. Мы создали клинический протокол лечения боли. Нужно его просто знать, читать. И нужно иметь сострадание к этим пациентам. И я еще раз повторю вопрос, достаточно ли у нас палеоативной помощи оказывается в нашей стране? Вы сказали о том, что у нас приблизительные данные о количестве больных, которые нуждаются в этой помощи. Один вопрос, это нужно составить этот реестр. Это нужно сделать, я так думаю, что обязательно. Нужно провести анализ потребностей. Для того, чтобы понять, сколько у нас действительно этих людей и достаточно ли у нас центров оказания палеоативной помощи. На наш взгляд, помощи недостаточно. Хотя, например, у нас есть такие цифровые показатели, цифровые индикаторы, количественные индикаторы. Например, в стандарте палеоативной помощи закреплено количество. У нас должно быть 10 коек на 100 тысяч населения. Ну, на страну с 19-миллионным населением — это 1900, допустим, коек. У нас сейчас числится даже больше этих коек. Ну, я говорила, часть из них — вот эти единичные койки. Честно говоря, мы их не можем считать реально палеоативными койками. Но, тем не менее, число кое примерно приближается к необходимому стандарту. Речь нужно вести о качестве этой помощи, о комплексности этой помощи и так далее. Но и количественные показатели тоже нам могут пролить цвет на некоторые моменты. Ну, например, мы посчитали, что в 21-м году стационарную помощь получили 25 с небольшим тысяч пациентов. То есть помните цифру 134 тысячи нуждающихся и 25 тысяч, получивших эту помощь в стационарах. Ну, допустим, некоторые пациенты еще получили помощь мобильных бригад. Их было в 21-м году порядка пяти тысяч. Все равно получается, что палеоативной помощью было охвачено меньше 25% нуждавшихся в этом людей. И мы сейчас говорим только о специализированной палеоативной помощи. Потому что есть еще некие уровни оказания палеоативной помощи. Специализированная — это прямо помощь хорошо профессионально подготовленных людей. А еще больше круг людей, гораздо больше, чем эти 134 тысячи, которые нуждаются в неспециализированной палеоативной помощи. Так называемый палеоативный подход. То есть какие-то элементы, навыки, ну, там, противоболевая терапия, психологическая поддержка, там, какие-то такие элементы. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу, которая показала, что задач, которые стоят перед службой палеоативной помощи, достаточно много. Спасибо за ту работу, которую вы проводите. Спасибо отдельно людям, которые непосредственно работают с людьми уходящими. Я надеюсь, что все вопросы будут решены. И в нашем обществе будет достаточно правильное отношение ко всей этой проблеме. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам большое за приглашение.